приветствую вас во второй части вот я провязала вместе с вами 17 своих сантиметров и делала еще 2 2 поворота вот на левую сторону смотрите мы с вами сделали первый поворот второй вы самостоятельно продолжили третий и четвертый вот я сделала как бы поворот налево и провязала изнаночный ряд сейчас я получается с лицевой стороны и начну убавлять постепенно то есть закруглять нашу шапочку так как это жгут и косы то мы будем это делать максимально резко для того чтобы ну стянуть как бы наш край и завершить шапочку и так первую петелечку снимаете 2 изнаночными теперь слово меняете 2 вот эти лицевые местами и провязываете 2 лицевые здесь пока мы ничего не меняем изнаночную а в косе вот посередине мы провяжем 2 1 лицевой 2 2 мы провяжем вместе лицевой и снова 2 лицевой то есть мы получается из 6 средние провязали вместе теперь снова изнаночная переплетение жгута две лицевые и изнаночной теперь снова мы дошли до жгута первые две мы провязываем по отдельности лицевой 2 2 вместе и 2 3 мы провязываем вот по отдельности снова 2 средние мы провязали из 6 1 лицевой теперь опять изнаночное переплетение нашего жгутиком 2 лицевые изнаночная и опять две средние 6 мы провяжем вместе и так вам нужно провязать до конца ряда так вот я провязала 2 вместе и 2 отдельно изнаночные до конца ряда провяжите таким образом вот мы довязали лицевой ряд и приступаем к изнаночному первую кромочную снимаете теперь у вас идет 5 изнаночных вы первые 2 провязывайте вместе изнаночной среднюю петлю провязывайте просто изнаночной то есть то что у вас с той стороны было вы провязывали 2 с этой стороны у вас одна изнаночная получается так и провязывайте и и следующую пару тоже провязываете вместе то есть у вас получилось из 5 2 крайние по две петли провязанных вместе теперь лицевую провязываете лицевой 2 изнаночные провязываете изнаночными лицевую снова лицевой и теперь вот у вас снова 5 изнаночных то есть вы провязываете первые 2 вместе среднюю оставляете 1 и последние 2 вместе то есть вот у вас получается между двумя лицевыми идет 3 изнаночных теперь снова лицевая 2 изнаночных те что у нас маленький жгутик лицевая и теперь снова из 5 первые 2 провязываете вместе третью провязываете среднюю просто отдельно и четвертую пятую провязываете вместе изнаночные теперь снова лицевая 2 изнаночные лицевая 2 вместе изнаночных 1 изнаночная и 2 вместе изнаночных снова лицевая и так вам нужно провязать до конца ряда из 5 связать 3 петли между лицевыми вот постепенно мы будем уменьшать петли теперь снова перевернули на лицевую сторону кромочную снимаете 2 изнаночная теперь снова делаете наклон влево но теперь уже мы провязываем вот эти две петли лицевой вместе просто вот так вот провязываете лицевой месте теперь изнаночная из трех петель вот этих лицевых делаете одну петлю лицевую вот так вот снова изнаночная делаете наклон влево но провязываете их вместе лицевой то есть не по отдельности лицевой как мы это делали а вместе теперь снова изнаночная из трех провязываете вместе одной лицевой изнаночная делаете наклон влево одну лицевую из двух вывязываете снова изнаночная из трех одну провязываете вот так вот вместе, изнаночная. Теперь снова перекидываете вот так вот влево и тоже лицевой провязываете одной, изнаночную. Снова 3 вместе провязываете лицевой, изнаночная. Наклон влево, вместе лицевой. Так вам нужно довязать до конца вот этого ряда. Перевернув на изнаночную сторону, следующий изнаночный ряд вы вяжете вот так. Первая кромочная снимаете, затем идет изнаночная, вяжете по рисунку. Лицевая тоже лицевая, изнаночная, значит изнаночная, лицевая, лицевая. То есть до конца ряда вам нужно прочередовать изнаночные и лицевые по рисунку. Вот так вот, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. Теперь перевернув на лицевой ряд, кромочную снимаете и изнаночную меняете с лицевой. Изнаночную оставляете за работой, лицевую выносите перед работой. Вот так вот. Изнаночная за работой, лицевая перед работой. И провязываете вместе лицевую, изнаночную, лицевую. Теперь снова поменяли изнаночная за работой, лицевая перед работой. И вместе провязали лицевой. Теперь снова изнаночная, лицевая, поменяли местами. Теперь наклон, как вы видите, делаем вправо, но провязываем вместе лицевой. Теперь снова наклон вправо вместе лицевой. И так нужно сделать до конца ряда, поменяв местами лицевые изнаночные петли и провязав их вместе просто лицевыми. Перевернув на изнаночный ряд, начиная с кромочной, все петли провязываете изнаночной. Кромочную сняли и дальше пошли все петли по ряду вязать изнаночными до конца. Перевернули на лицевую сторону, довязав ряд изнаночный. И теперь первую кромочную не снимаете, а вторую на нее одеваете и снимаете со спицы. Снова третью одеваете на первую, снимаете со спицы, четвертую, пятую и так далее. Делаете вот такие протяжки, одевая на первую кромочную петлю вот эти все последующие по очереди. И снимаете, как бы нанизываете на первую петлю остальные петли. И так нужно до конца ряда нанизать все петли. Донезав до конца петельки на первую, вы так вот разворачиваете к себе, получается вот с лицевой стороны, так сказать, швом к себе, ну вот двумя краешками к себе. Вот так вот. И я теперь буду немножечко сшивать, вот у меня осталось при наборе первоначальных петелек, осталась небольшая ниточка. Если у вас осталось, можете ей продолжить, либо начать ей, потом присоединить другую. Теперь я нахожу наши кромочные с одной стороны и с другой стороны, прилаживая их друг к дружку. И теперь натягивая ниточку вот здесь вот где-то снизу, вот под кромочными нашими, вожу с одной и с другой стороны крючок. Вот я ввожу сюда. И продену через эти петельки все вот так вот ниточку. Теперь я буду сшивать вот таким образом, соединительными петельками, две стороны. Смотрите, я ввожу в одну сторону и во вторую сторону, за обе стенки нашей косички. Вытягивая у меня две, вот смотрите, две петли на крючке. Теперь я одну протягиваю через вторую петельку. Теперь снова за две стеночки здесь и за две стеночки здесь. Вытягиваю две петельки, делаю протяжку. Снова в одну косичку, во вторую косичку. Снова вот так вот протягиваю вместе. Таким образом, вот я ввожу первую, во вторую, делаю протяжку. Таким образом мне нужно провязать с лицевой стороны где-то до серединки резинки. Я, возможно, провяжу чуть-чуть дальше, чтобы при завороте шапки у меня не сильно видно было такой грубый шов. Я хотя бы здесь вот до вот этого момента, наверное, довяжу. То есть где-то оставлю два сантиметра резиночки. Вот так я буду сшивать до двух сантиметров на своей резиночке с лицевой стороны. Этот шовчик у меня будет с внутренней стороны на завороте шапочки. И вот так вот я буду продолжать делать. В одну, во вторую за обе стеночки. И до конца. Того момента, когда я вот сказала, до двух сантиметров на моей резиночке. Вот так вот сшиваете соединительными столбиками. И я вам покажу, что я буду делать дальше. Вот я делаю последний стежочек. В одну стеночку, во вторую. И вытягиваю ниточку, протягиваю через петельку. И закрепляю ее здесь вот так вот. Делаю такую вот воздушную петельку. И делаю такой узелочек. Вот. Теперь. Для чего мы это делали? Смотрите. У нас вот лицевая сторона. Здесь у нас будет заворот шапочки. Вот так вот отворот. И смотрите. Там, где мы делали с вами шовчик. Как вы видите, его не видно вообще. То есть, вот она резиночка у вас идет. Шовчика здесь практически не видно. Он идет у вас по рисунку. Если бы мы сделали полностью весь шов с изнаночной стороны, то у вас бы здесь была грубая такая полоска. Если вы видели, на машинных швах такая есть. Мне не очень нравится, поэтому я ее сделала на внутренней стороне шапочки. Вот так вот. Можете немножечко здесь потянуть вот так вот, ну, распределить. И что мы будем делать далее? Мы оставим вот эту ниточку на лицевой стороне. Она нам пока не нужна. Мы ее потом спрячем. И выворачиваем нашу шапочку вместе со спицей. Вот так вот конец. Выворачиваем полностью на изнаночную сторону. Я даже продену здесь моточек в шапку, ну, чтобы у нас все было, как говорится, с этой стороны. И что я делаю? Смотрите. Переодеваю нашу последнюю вот эту петельку на крючок. Только смотрите, когда будете переодевать, сначала я вам советую одеть вот так вот крючок. Или хорошо, хорошо держать петлю, чтобы она не ускользнула. Потому что очень часто, вот так честно вам скажу, ускальзывает петля и заново приходится на нигу. Теперь делайте вот так вот через эту петельку еще одну петлю. Я просто сделала одну воздушную петлю в петлю. И можете еще для достоверности еще одну сделать. Вот так вот петлю воздушную, чтобы у вас петли эти не разошлись. А теперь мы смотрим, снова находим, где наши кромочные петли, косички крайние. Вот. И находим их. И тоже точно так же, как мы делали с той стороны, с лицевой, мы делаем с изнаночной. То есть вот первая косичка продеваете, вторая косичка продеваете. Сейчас вот найду свою. Ага, вот она, с этой стороны кромочная. Теперь. Вот продеваю и снова делаю протяжку через день. Снова в одну косичку, во вторую косичку. И снова делаю вот так вот две и протяжку. Снова в одну косичку, во вторую косичку. Делаю протяжку через две. В одну косичку, во вторую косичку. Почему я долго так искала сейчас? Нужно быть внимательным. Вот смотрите, у вас косичка с этой стороны, а с этой стороны у вас тоже с внутренней. Поэтому вы будьте внимательны, чтобы у вас красивые были ровные края. Я вам советую все-таки присмотреться, где у вас кромочные, и делать именно кромочные петли, вот эти вот соединительные столбики, для того, чтобы у вас было красиво, ровненько, все гладенько. И от того, как вы сейчас сошьете края, будет зависеть ваш задний шелк. Будет он красивый, аккуратно его не видно, почти будет. Или он будет грубый, в общем, стянутый. Я думаю, что в принципе вы умнички и справитесь на отлично. В общем, в первую, во вторую косичку. И так продолжайте, пока не закройте, все вот эти петли не сошьете, до того момента, когда мы делали узелочек на вот этом шве. Вот, до него вот это все нам нужно сшить. И вот я дошила до момента там, где заканчивается вот моя дырочка. И снова я уже теперь обрезаю ниточку. И снова завязываю такой вот узелочек, чтобы у меня держалась вот здесь ниточка. Все заправляю кончики свои, чтобы у меня никакие ниточки здесь не торчали. Все я здесь уберу. И с этой стороны точно так же. Вам нужно убрать будет вот это вот. Наверное, мы ее на изнаночную сделаем, в сторону вот так вот. Этот узелочек вытянем, чтобы было с лицевой. Все у нас красивенько, все гладенько. А наши узелочки, все вот эти вот ниточки будут с изнаночной стороны. Теперь осталось вам только спрятать кончики наши. И смотрите, что получается. Вворачиваете на лицевую сторону. Здесь у вас, смотрите, все получилось очень гладко. Получился вот такой вот цветочек. Здесь вы делаете отворот хороший. Вот так вот. И вот у вас такая получилась замечательная шапунька. Вот. Как вы видите, вот я с задней стороны держу. Шва практически не видно. Здесь тоже у нас все гладенько, ровненько. Вот. И у вас на голове будет вот такая замечательная шапунька. Если же вы хотите сделать такую же точно шапочку, только без бона, вам здесь нужно будет не так резко убавить петли. То есть постепенно идите там немножечко, там две убавили, там одну. Ну все, смотрите, чтобы шло красивенько и по рисуночку. То есть не забывайте за вот эту полосочку жгутика маленькую. И вот этот жгут у вас должен не так сильно резко, я же говорю, а постепенно убывать. То есть довяжите, к примеру, не здесь, к примеру, не 12 сантиметров, или там сколько мы вязали, если честно, не помню. Сейчас скажу вам. Сколько мы там довязываем. Да, не 12 довязываете, а, к примеру, там 10. И постепенно, постепенно, постепенно убавляете. То есть постепенно. А сейчас нам осталось только приделать бубончик. Как сделать бубончик, вы можете посмотреть на ссылочки на моей, либо сделать вместе со мной. И так, чтобы сделать бубончик, мы берем капроновую крышку. Это для большого бубона. Вообще, в принципе, если вам нужен какой-то маленький бубончик, берите диаметр чего-то круглого поменьше. Но мне нужен большой, мне для шапочки, поэтому я буду делать вот таким образом. Обведу крышечку на картонке. Желательно это делать на картонке, так как должна быть плотная бумага. Мне нужна такая кружочка, два штучки. То есть я обвожу крышечку два раза. Обвела. Теперь я беру ножнички и вырезаю вот эти две, вот такие вот, как бы вам показать, обведенные вот такие крышечки. Вот я вырезала из картона нужных мне диаметром два кружочка. Вот, смотрите, два их. И теперь можно взять тоже кружочки, обвести небольшие, но так как я, в принципе, неплохо рисую, то я вот нашла серединку одного и второго кружочка. И теперь вокруг этой серединки мне нужно нарисовать, как бы вот, ну, такой вот небольшой диаметром. Насчет того, что я неплохо рисую, я пошутила. Вот. И приблизительно два одинаковых кружочка. Я же говорю, можете что-то обвести, но, в принципе, ну, как бы не совсем обязательно. Вот. И теперь эти кружочки вырезаете. То есть сначала делаете посерединке вот так вот дырочку и обрезаете. Снова вырезали. Теперь, не обязательно, чтобы оно было там идеальное. Нет, не обязательно. Теперь делаете то же самое со вторым. Вот. Ну, жюри, хотите более там ровненько, чтобы идеально было, хотите транспортиром, там, с помощью циркуля, транспортира, в общем, хотите, нарисуйте, но мне тут идеальная геометрия не нужна, поэтому я, так сказать, вот так вот еще подправлю, чтобы побольше немножечко был диаметр моего среднего такого вот кружочка. И так, вот, мы подготовили два таких колечка. И приступаем делать бубон наш. Мы берем, отрезаем небольшие куски ниточки и начинаем обматывать. Обматываете ниточкой вот это колечко равномерно, то есть постепенно. Вот так вот обматываете, обматываете. Его нужно обмотать полностью все, и желательно, чтобы у вас остался, не оставалось никакого там промежутка между обмотанными вот этими вот краешками. И в серединке вот здесь вот остался, ну, совсем такой небольшой-небольшой край. Тогда у вас будет очень пышный бубончик. Если вот у вас вот так вот остается краешек длинненький, то вы просто его немножечко крючком вот так вот догоняете за соседние, такие вот, как сказать, не петельки, а ниточки вот так вот, и подрезаете, чтобы он был у вас длины такой же, как кружочек. И так постепенно-постепенно отматываете от вашего моточка ниточки. Если хотите, в двойную ниточку вот так вот обрезаете и наматываете, хотите в одинарную, главное, чтобы максимально равномерно у вас была обмотана вот это вот, так сказать, кружочек, обмотана колесико. Вот, я так вот хотела сказать колесико. Можете в двойную ниточку, так будет гораздо быстрее. Когда у вас колечко станет меньше в диаметре, будет не совсем удобно ручками наматывать, поэтому можете там помогать вот таким образом вытаскивать вот крючком. В общем, вам нужно максимально больше намотать ниточки. Еще раз повторюсь, от того, сколько вы намотаете и как вы намотаете ниточку, зависит пышность и такой вот, скажем, объем вашего бубона. То есть вот так вот равномерно. Если же вы хотите вставить, к примеру, какое-то беленькое пятнышко, ну, к примеру, у вас серенькая шапочка, а вы хотите вставить там беленькое пятнышко, то сделать это можно следующим образом. Смотрите, отрезаете кусочек беленькой ниточки, такой, ну, не слишком большой, чтобы он не сильно много у вас было, этого пятнышка. Берете, допустим, отрезаете ниточку и наматываете, допустим, вот такой промежуточек, то есть вот, вот так вот, вот. Здесь беленьким цветом, или, к примеру, у вас там, допустим, белая шапка с красным пятнышком. То наматываете вот этот треугольничек чисто вот красненьким цветом. Остальное все продолжаете основным цветом. Вот так вот. Продолжаете, продолжаете нанизывать. И можете даже на красненьком немножечко еще намотать основного цвета, то есть чтобы у вас, либо если это у вас, как у меня, серенькая шапочка, вы хотите намотать, к примеру, еще раз я повторюсь, беленькое пятнышко, то беленького цвета немного намотали на одно место, и на все остальное продолжаете серенький мотать. И в итоге у вас получится пятнышко. То есть я вам покажу, что мы делаем дальше, но для того, чтобы нам продолжить, нам нужно максимально намотать вот таких вот стежков, делать вокруг нашего колечка ниточкой. Вот я закончила, как бы, вот, обматывать наш кружочек, и вот, как видите, здесь такой небольшой остался промежуточек дырочка, вот, видите, ну, то есть крючок у меня буквально пролазит. Теперь, смотрите, я вот уже начала немножечко, но, что мы делаем? Вот у нас получается сверточек, и мы ровно посерединке, я просто немножечко надрезала, чтобы мне удобно было вам показать, режем ровно пополам. Теперь смотрите, вот, влазите ножничками между, вот, между нашими колечками, и идете вот так вот ножничками и обрезаете. То есть если зацепите колечко, ничего страшного, то есть, вот, видите, бывает иногда, что, когда обрезаешь, вот, по серединке, то колечко бывает иногда оцепляется. Ну, это ничего страшного, у меня просто не очень ровные ножницы, видите, вот, с таким поворотиком. Итак, вот, по серединке ровно вот обрезаете. Вот так вот все полностью ниточки. Обрезали. Теперь берем, вот, проверьте, чтобы у вас все ниточки были обрезаны вокруг. Теперь берем, отрезаем кусочек ниточки нашей. Я обычно беру двойную для того, чтобы не порвалось. Наверняка, чтобы. И между колечками нашими, вот так вот, продеваю ниточку. Вот, видите. И делаю плотный-плотный узелок. То есть, максимально закрепляю, вот так вот, максимально закрепляю наши, стягиваю две половинки. И делаю узелок, вот так вот, плотненько. Теперь, вот эти наши колечки я надрезаю, но не до конца, чтобы не разрезать нашу ниточку. Вот так вот. И дорываю дальше. И вытаскиваю. Вот так вот. Почему не дорезаю до конца, еще раз повторюсь, для того, чтобы не обрезать нашу ниточку, которой скрепляли. Теперь, вот так вот его распушиваете, распушиваете, вот так вот. Вот так, просто бьете обо что-то. И бывает такое, что вот при наматывании у нас, как бы там вот оставались ниточки, о чем я вам говорила, прятать. И бывают вот длиннее кончики, чем все остальные. И вы их просто вот так приблизительно подвыравниваете. То есть, так вот закругляете, ровняете, чтобы у вас максимально ниточки были одинаковые по длине. То есть, вот. Хотите, оставляйте так. Но я люблю обычненько, чтобы у меня был такой округленный, красивый бубон. Бывает не всегда, что ровные кругочки мы вырезаем. Точно так же и серединку, вы видели, я от руки рисовала, вырезала. Поэтому из-за вот таких вот погрешностей у нас и бубон может немножечко быть такой с погрешностями. Ну, это ничего страшного, я же говорю, можете оставить так. Вот, я его немножечко вот закруглила. Вот я сейчас немножко еще здесь подправлю. И вот это наше убираем. Что мы делаем теперь? Теперь, смотрите, берем нашу шапочку, находим наш сзади шовчик. Вот. И ровно передом, к этому шовчику, вот так вот, получается, раздваиваете наши двойные ниточки. То есть, одну в одну берете в сторону, другую в другую, в кончик. И крючком продеваете, вот так вот, перпендикулярно нашему шву, вот сверху. Деваете вот так вот, между петелечками, одну сторону. Вот, смотрите, ниточку захватила и продела. Вот, вот так вот. Немножечко неудобно, так как я вам показываю, места немного у меня здесь до камеры. Теперь вторую сторону. Берете точно так же крючок, вытаскиваете между нашими петлями, захватываете вторую ниточку крючком и продеваете. Теперь, захватив ниточки все, здесь вот выворачиваете и смотрите, вот они, одна ниточка и вот она, вторая ниточка. Хорошо подтягиваете, затягиваете. И что мы делаем? Мы делаем простой узелочек. У нас голова до этого узелочка доставать не будет, поэтому он намешать не будет. Делаете хороший плотненький узелок. Хотите, оставьте ниточку не сильно короткую, не сильно обрезаете. Для того, чтобы потом распутать вот это узелок, постирать шапочку и снова одеть бубон, для того, чтобы он такой был не застиранный. Я обычно делаю это таким образом. Захватываю вот эти ниточки, краешки, я их не обрезаю, а просто вот так захватываю, прячу под вязание, под связанные наши вот эти вот петельки. Продеваю, продеваю. Здесь могу косичку их распределить вот так вот. Могу, ну в общем, прячу-прячу их. И обрезаю лишь в том случае, если у нас максимально спрятано. То есть кончики я оставляю не меньше, чем 2,5 см. Вот, можете обрезать и сам, и то запрятать до конца. То есть вот, вот таким образом. Продолжайте до конца прятать кончики. И вторую сторону второго кончика точно так же сделайте. Сначала проденьте несколько петелек, затем спрячьте кончики. Для чего я это делаю? Для того, чтобы еще раз повторю. Во-первых, захотите постирать шапочку, чтобы у вас не облазил бубон в итоге. Точно так же, вдруг вы захотите еще, к примеру, перевязать шапочку, обновить какую-то. Вам понадобится серый бубон. Зачем его каждый раз делать? И на него, как вы заметили, уходит немало ниток. Поэтому я вам советую оставлять побольше ниточки длину бубон. Ну, с бубоном которые. И потом просто этот бубон, если что, переодевать на другую либо шапочку, либо просто, я же говорю, при стирке. Еще раз повторяюсь. В общем, я надеюсь, что вам здесь, в принципе, все осталось понятно. Вот я кончики все запрятала, убрала. Здесь я точно так же все поубирала. У нас получилась вот такая замечательная шапочка с бубончиком. Я надеюсь, что вам мой мастер-класс понравился. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока.